Это конец. Аналитики Кридисуиз заявили, что эпоха низкой инфляции закончилась. Почему они пришли к такому выводу и согласны ли с ними наши эксперты? Эпоха низкой инфляции закончилась. К такому выводу пришли аналитики Кридисуиза. Подробности. Низкая инфляция держалась на трёх столпах. Дешёвой рабочей силе эмигрантов, дешёвых китайских товарах и дешёвом российском газе. Однако из-за раскола экономических союзов в Китае США и Евросоюза с Россией дешёвых денег больше не будет, отмечают в швейцарском банке. В мире, согласно докладу Кридисуиз, стали формироваться новые альянсы. Первый из них – Россия и Китай, крупнейший поставщик сырья и фабрика мира. Альянс покрупнее составляют государства, которые попали под американские санкции – Турция, Россия, Иран, Китай и Северная Корея. Чтобы принять вызов стран ТРИКС, необходим Гегемон, который будет поддерживать торговые отношения и глобальные цепочки поставок. Для этого, как считают швейцарском банке, западным странам нужно усилить собственный технологический суверенитет. Эксперты Кридисуиз также выделяют четыре типа проектов, которые станут драйверами роста экономик. Это перевооружение для защиты мирового порядка, перепрофилирование для обхода блокады, пополнение запасов сырьевых товаров и вложения в них, а также переформатирование сетей для энергетического перехода. Все они позволят простимулировать так называемую «великую рефляцию» – осознанное увеличение темпов инфляции для развития экономики. Действительно ли эпохи низкой инфляции пришел конец? Комментирует советник по макроэкономике, гендиректор компании «Открытие инвестиций» Сергей Хистенов. Весьма вероятно, что мы возвращаемся в эпоху нормализации денежно-кредитной политики большинства крупных центральных банков. Дело в том, что долгие столетия процентные ставки колебались в диапазоне 6-10%. И вот феномен низких процентных ставок последних десятилетий, скорее всего, это действительно определенный феномен. И всемирный рост инфляции, скорее всего, заставит крупнейшие мировые центробанки нормализовать свою денежно-кредитную политику и, прежде всего, политику процентных ставок, сдвинув их до гораздо более высокого уровня, чем мы наблюдаем сейчас. И Credit Suisse также пишут, что нужно увеличивать стимулы темпа инфляции для развития экономики. Но будет ли предел такого стимулирования? Сейчас вроде пытаются как-то сдержать. Мне кажется, что до тех пор, пока инфляция не снизится и не стабилизируется, вести речь о серьезном стимулировании не совсем правильно. То есть макроэкономическое стимулирование – это эффективный метод ведения политики тогда, когда перед этим и инфляция, и инфляционные ожидания экономических субъектов заякорены. Пока до этого довольно далеко. Сергей Хистанов, заведник по макроэкономике, гендиректор компании «Открытие инвестиций». Аналитики прогнозируют, что инфляционное давление в мире начнет ослабевать осенью, но будет сохраняться в течение нескольких кварталов. Причина – логистические проблемы, высокие цены на энергоносители. Инфляция в Европе бьет рекорды. Это явление наблюдается по всему миру. Вливание денег в крупнейших экономиках мира – США, Китая, Еврозония, Японии – только за первый год пандемия составила 27 триллионов долларов и продолжилась и позднее. Поэтому отложенный рост цен был лишь вопросом времени. Но именно в Европе сейчас рост цен заметен больше всего и отличается значительным диспаритетом. Вот что рассказывают ее жители. Гид по австрийскому Тиролю Анна Ольхименкова. За килограмм нарезанное уже филе курицы – 11,29 евро. Но, например, тут мне предложение пришло, скидка, и будет стоить 5,64 евро. Подорожало мясо, это однозначно. То есть, например, если мы брали раньше в парж 500 грамм, это было 3-4 евро. То сейчас это минимум 6. По молоку я не заметила для себя. По хлебу заметили, но не так сильно. По хлебу, например, мы едим куросаны. Вот они стоили, например, евро упаковка. Сейчас она стоит евро 20. Временно, я думаю, что весь хлеб на 20-30% где-то подорожал. Я говорю о самых таких бюджетных магазинах на уровне. Сравнимо с Россией, типа там пятерочка и так далее. Жительница итальянского Пьемонта Ольга Кулешова. Хлеб. Также я заметила вещи первой необходимости для детей на 35 центов. То есть, 1,3 евро подорожали вещи для детей. Эстричество газа, они повысились в январе еще раньше. Мы были на Сицилии у наших близких в мае месяце. Но там все так же осталось дешевле, нежели на севере Италии, где мы живем. Единственное, что бензин подорожал гораздо. Он стоит дороже на юге Италии, нежели на севере. Независимый польский журналист Зигмунд Дзенцеловский. Инфляция довольно серьезная. Последние цифры 14%. Такого не было у нас лет почти 30. И это, конечно, коснулось всего. Сегодня я покупал бензин, он подорожал, наверное, 60-70%. Продукты, которые мы покупаем в магазине, тоже очень сильно подорожали. В основном хлеб, мясо, и мне жена говорит, курица, и овощи, и фрукты продаются сейчас в два раза дороже, чем, например, в прошлом году. Появляются какие-то цены, которые шокируют население. Но одновременно нужно подчеркнуть, что народ пока как-то справляется, потому что правительство выделяет очень сильную социальную поддержку населению. Пенсионерам увеличили пенсии, там повышаются зарплаты. Параллельно с ростом цены идет довольно большой рост зарплат. Польша далеко не одинока в попытках смягчить инфляционный режим для своих граждан так во Франции, где, согласно недавним выкладкам экономистов, за предстоящие 12 месяцев инфляция съест у каждого жителя страны более 1000 евро. В значительной части населения рассылаются компенсационные чеки за рост цен на энергоносители, а с недавних пор и на продукты питания. Однако это покрывает всего лишь небольшую часть издержек, вызванных ростом денежной массы. И создаст странную ситуацию, когда на едином, казалось бы, рынке разрыв в уровне инфляции составил 14% от менее 6% на Мальте до более чем 20% в Эстонии. Но этому есть объяснение, говорит руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Транспортные проблемы нарастают в Евросоюзе. Я просто не вижу другого объяснения. И производители играют на повышение. Вообще сейчас все, что происходит на мировом рынке, на европейском рынке особенно, это большая игра на повышение. Сокращение где-то производства умышленного, умышленного затруднения поставок для того, чтобы иметь более высокие цены, поскольку в целом есть ощущение, что все цены несправедливы. А то, что есть колебания между странами, это нормально. Мы если посмотрим на Соединенные Штаты, то увидим тот же самый процесс. Потому что в одном месте производство свиного мяса было сокращено под предлогом пандемии, потом не восстановлено под разными предлогами. И в этом штате мясо дороже стоит, а в другом штате дешевле. И вот так вот постепенно эти цены колеблются и поднимаются. Это нелинейно выраженная, единая тенденция цен к повышению. Очевидно, что весь этот процесс носит волновой характер. То есть цена может подскакивать, потом немножко снижаться. Вот эти изменения, вся эта игра меняет представление обывателя. В том смысле, что на продовольствие нужно тратить больше. И эта статья все время увеличивается в ценности. И это неотвратимо. Василий Колташов, Центр политэкономических исследований Института нового общества. Согласно данным Банка России, на 1 марта 2022 года объем наличных денег в обращении в Россию достиг почти 16 триллионов рублей. Всего за месяц выпущены ЦБ. Наличные деньги с учетом остатков в кассах банков выросли на 2 триллиона рублей, то есть почти на 15%. После этой даты статистика больше не публикуется. Цена на пшеницу в Европе побили исторический рекорд. Почти достигнув 440 евро за тонну, стоимость сырья выросла на фоне ограничений на экспорт зерна из Индии. В свою очередь Евросоюз и США обещают организовать вывоз зерна из Украины. Цена на пшеницу на европейском рынке накануне побили исторический максимум и почти достигли 440 евро за тонну. Стоимость сырья выросла на фоне новостей о том, что Индия вводит ограничения на экспорт, чтобы избежать проблем на внутреннем рынке. В стране держится аномальная жара, которая уже нанесла ущерб урожаю. Но и в северном полушарии в целом непростые и погодные условия, говорит директор аналитического центра СОВЭКОН Андрей Сизов. Слишком сухо в США. Состояние посевов озимой пшеницы там самое плохое с 89-го года. И не очень хорошая ситуация в Европе, в первую очередь во Франции. Франция это производитель и экспортер пшеницы, европейский номер один. Последний месяц очень-очень сухо. И плюс, естественно, так называемая военно-специальная операция, она тоже никуда не делась. Украинское зерно идет на внешний рынок, но в очень скромных объемах. Примерно 10-15% от того, что они могут вывозить в мирное время. Ничего принципиально нового и страшного не произошло за последние, скажем, несколько дней. Были там цены 420 евро, стали 430. Собственно, сегодня они довольно активно снижаются. Потому что, наконец, рынок понял, что вот эта индийская эмбарго, оно, в общем, на самом деле довольно мягкое. Есть куча исключений, судя по всему. Принципиальные экспорты из Индии не сократятся. Но процент на полтора цены снижаются. Снижаться, повышаться с ценами. Во многом это функция от погоды. Это функция от того, сколько будут заплатированы украинские порты. Если они заработают, то пойдут сюда, мы можем увидеть и какое-то очень серьезное падение цен. Я бы не стал гостя о том, что вот эти высокие цены, они не всегда идут, там еще они будут выше, выше, выше. Индия в любом случае не решит. Индия это маленький поставщик. Мировая торговля пшеницы 200 миллионов тонн в год. Вот в этом наступающем сезоне, он уже начался в Индии, они не могли вывести миллионов 8-9. Андрей Сизов, СОВЭКОН. Во вторник пресс-кистарь президента Дмитрия Песков в ответ на призывы ООН разрешить судам с украинским зерном покинуть порты, заявил, что основная проблема минирования украинских портов и всей экватории со стороны ВСУ. По данным ООН, из-за блокировки портов в Украине застряли 25 миллионов тонн зерна. В России же, как говорил президент, урожай зерна в этом году может составить 130 миллионов тонн, в том числе почти 90 миллионов тонн пшеницы. Это абсолютный рекорд. Ну а разрешить мировой кризис России вряд ли поможет, потому что ввела ограничения на экспорт, отмечает главред портала Агротренд.ру Николай Лычев. Мы потенциально создали ситуацию дефицита предложений на мировом рынке, вольно или невольно, так как часть предложений мы с рынками сняли, а спрос остался на прежнем уровне. И это уже само по себе, даже без учета фактора ковида, словавшего международную логистику, даже без учета фактора геополитического конфликта вокруг Украины, который тоже много чего изменил, уже это само по себе создало ситуацию весьма вероятного резкого роста цен на пшеницу и другие зерновые. Экспортный потенциал России 40-50 миллионов тонн. Власти считают, что необходимо создать избыточные объемы запасов внутри страны под предлогом того, что надо сначала насытить внутренний рынок. Рост мировых цен конечен уже потому, что они упираются в платежеспособные возможности тех стран, которые в первую очередь востребуют это зерно, это Африка и Ближний Восток. Не может стоить тонна пшеница 430 евро. Это ненормальная цена, рынок перегрет, а внутренний рынок точно будет обеспечен. Но, боюсь, это сильно демотивирует российских сельхознодводителей, которые уже начинают задавать себе вопросы, а зачем мне сеять больше, чем нужно. А значит, это прямая угроза прекращения роста российского растеневодства и получения более слабых урожаев, чем урожай этого года и чем урожай предыдущих лет. Николай Лычев, Аргакрент, РУ. Россия, Украина – одни из крупнейших поставщиков зерна в мире. На доверие России приходится 16% мирового экспорта пшеницы Украины – 10%. Ранее госсекретарь США Энтони Бринкен заявил, что США помогут вывезти украинское зерно через порты Румынии, а глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поможет Украине очистить хранилище зерна под новый урожай. Во вторник германский концерн Deutsche Bahn объявил о запуске поездов на Украину для вывоза сельхозпродукции через порты Северного моря. Цены на новое урожай пшеницы в Европе стремительно растут. Одна тонна стоит уже более 400 евро. В чем причина, кроме остановившихся поставок зерна из Украины и России? В Европе уже месяц содержится высокая цена на пшеницу – более 400 евро за тонну. Стремительно рост цен начался в марте. Тогда за 10 дней пшеница подорожала на 100 евро. Причиной эксперты называли остановку поставок из Украины и России, прогнозируя дальнейший рост цен. В апреле мировые цены на пшеницу повысили всего на 0,2%. Эксперты продовольственной организации ООН объяснили, что это блокировка портов на Украине опасениями за посевы в США. Повлияли и сдерживающие факторы увеличились поставки из Индии, экспорт из России. Кроме того, немного уменьшился мировой спрос на зерно на фоне высоких цен. Продолжает главред портала Агротренд.ру Николаевичев. В марте рынок отыгрывал геополитическую ситуацию. В феврале под угрозой оказалось, если мы сплюсуем Россию и Украину, до 80% мировой торговли под солнечным маслом, третью – ячменя, около 30% мировой торговли пшеницы, 20% – часть кукурузы. В марте рынок отыгрывал эту стресс-ситуацию. Поэтому, конечно, тот же индекс ПАУ оказался на вообще исторических максимумах за все время наблюдений. Это фундаментальный фактор, который действует постоянно уже не один год. Это исторически высокие цены на продовольствие агротовары, которые уже упираются в противоспособность таких небогатых стран, как Ближний Восток и Африка. Это усложнение удорожания логистики и следствие ковидных ограничений. И это создание странами-потребителями избыточных запасов зерновых. Они никуда не делись. И то, что мы видим по итогам апреля – это текущая конъюнктура, которая будет не всегда. Это всего лишь одно мгновение в истории мировой торговли. У нас сейчас низкие конечные запасы зерна у таких крупных игроков мировых по зерну, как есть из США. Соответственно, в ближайшие месяцы им будет, судя по всему, особо нечего экспортировать. И пока не разблокирована Украина. Вы знаете, что она не может ничего экспортировать. Россия сохраняет экспортные ограничения. Скорее всего, сохранят их в новом сезоне, который начнется 1 июля. Есть большие проблемы с урожаем в Индии, Австралии, отчасти в США. Плохая погода в Южной Америке и так далее. То есть, я не удивлюсь, если мы в ближайшие месяцы увидим новые максимумы цен. Другое дело, что цены, которые мы видим, ну, например, беспоставочные фьючерсы, так называемые, они все меньше отражают реальный рынок. На беспоставочном рынке, на фоне вообще того, что присутствует физический дефицит товара, это имеет очень мало смысла. Знаете, как в СССР. Я имею право – имеете, а могу – нет, не можете. Николай Лычев, главред портала Агротренд.ру. В этом году, по прогнозам Российского зернового союза, Россия может собрать рекордные 87 миллионов тонн пшеницы, что на 11 миллионов больше, чем в прошлом году. У небольших поставщиков сейчас много покупателей. О ценах договариваются на берегу. Тону пшеницы можно продать за 100 евро. Вопрос лишь в размере пошлины, говорит руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Колесниковых Сергей Колесников. Не только у нас в хозяйстве, даже вот в нашем регионе, в принципе, все довольно благополучно пока. То есть сейчас майские дожди прошли неплохие. Ну и даже в Ставрополе более ненормально. Урожай, думаю, что неплохой будет. Единственное, что, конечно, средства защиты подорожали значительно. Некоторые позиции до 50%. Гланков сейчас очень много поступает, десятками в день. Но у нас сейчас уже продукции нет. Мы же не супер-мега, а такие глобальные игроки. Ну просто потребность, что-то там, либо опуск, либо контракт. Раз, и начинают разные компании звонить в поисках верна. Заключают они контракт. В этот момент корабль фрактуется. То есть надо в экстренном порядке грузиться пшеницей. И по разбег они начинают с хозяйствами интенсивно искать. Верно идет на ближний восток, Египет. Конечно, наверное, у покупателей это не боясь. Вдруг сейчас какие-то пошлины, логистика, какие-то ограничения настанут, и закрыть контракт нельзя будет. Это просто перестраховывается. То есть даже тот же платформ, не дай бог, закроет, и все. И поставка перекрыта полностью. Это есть немножко экономические. Ну а в общем, если дальше политическая часть не будет, ну хотя бы такой же, я не думаю, что Россия там безвездастница, и экспортные поставки мы сможем выполнить. Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Колесниковых Сергей Колесников. На этой неделе генсек ООН Гутерреш призвал вернуть на мировой рынке продукты удобрения из России и Украины, несмотря на военную спецоперацию. В противном случае это глобальная угроза продовольственной безопасности. По данным Bloomberg, Россия может снизить производство зерна из-за санкций. На Украине сорвана посевная в регионы, где идут боевые действия. В конце апреля украинские власти заявили, что россияне якобы вывезли занятых на юге Украины территории сотни тысяч тонн зерна, и сейчас продают его за границей. 1 мая это подтвердили в ООН. Глава отделения Всемирной продовольственной программы ООН Германии Мартин Фрико винил Россию в краже, отметив, что в украинских портах на судах сейчас находится почти 4,5 миллиона тонн зерна, который не может использоваться, хотя украинские продукты питания необходимы во всем мире. В Кремле эти сообщения назвали фейком и непроверенной информацией сотрудников. 5% к 30-му году, чтобы отказаться от российских энергоносителей. Брюссель объявил новую энергетическую стратегию Евросоюза. На нее хотят потратить 300 миллиардов евро за 8 лет. Насколько реалистичен такой план? Новая энергетическая стратегия Евросоюза. Брюссель официально объявил в среду, что начинает масштабную модернизацию европейской энергетической системы. Там намерен увеличить долю возобновляемой энергии до 45% к 30-му году. На модернизацию планируется потратить 300 миллиардов евро. Законечная цель полностью отказаться от российских энергоносителей. Насколько план реалистичен? Каковы шансы и с вложиться в заявленные сроки? Об этом Андрей Жвербес. План, обнародованный в среду, получил название Repower EU, что можно очень приблизительно перевести как «новая энергия для Евросоюза». В настоящее время от 40 до 45% потребляемого на континенте газа поступает из России. В абсолютных цифрах это 155 миллиардов кубометров. К 2030 году предполагается сократить объем потребления именно на такую цифру. Пока что утверждается, что в течение текущего года может быть уже проведено почти две трети от этого сокращения. Если идея полного отказа от российского газа в принципе реализуема, поставленные временные рамки выглядят менее правдоподобными, считает независимый аналитик Дмитрий Лютягин. Быстро найти альтернативу российскому газу. Это только жиженый природный газ из Катара, из Соединенных Штатов, из Австралии. С учетом возможности расширить мощности производства. Процентов 5-10 от объемов, которые они там производили. Из-за разгара пандемии в азиатском регионе, азиаты в меньшей степени потребляют жиженый природный газ. Но это, наверное, процентов 15 ватт российского газа, который поставляется. Если же мы говорим про среднесрочный горизонт планирования, то вот этим производителям придется осуществлять инвестиции в расширение своих мощностей. И в самой Европе придется добавлять инвестиции и осуществлять проекты, связанные с регазификацией. Дмитрий Лютягин считает, что снизить зависимость от российского газа наполовину Европе удастся в срок от 2 до 4 лет. Если же говорить о трубопроводных проектах, которые позволят доставлять в Европу газ из Африки и Средней Азии, и отказаться от российского газа полностью, на это потребуются еще более значимые инвестиции и еще более долгий срок на их реализацию. Другая мера, которую объявил Брюссель, это снижение к 2030 году потребления энергии за счет экономии от 9 до 13% от нынешнего. То есть строительные нормы, касающиеся теплоизоляции новых жилищ, которые в ЕС теперь и так достаточно жесткие, будут ужесточены еще больше. Кроме того, за это же время планируется увеличить долю возобновляемой энергии в европейском энергобалансе с 40 до 45%. Для достижения этой цели ЕС собирается удвоить долю крыш зданий, облицованных солнечными батареями, а главное упростить процедуры строительства ветряных электростанций. Если это ему удастся, то в результате от этого со временем выиграет и Россия, уверен председатель Российской ассоциации ветроиндустрии Игорь Брызгунов. Поскольку территория, на которой строятся ветропарки, она, как правило, большая, в Европе она очень плотно заселена, и у каждого участка земли есть свой владелец, то, наверное, упрощение процедур – это разрешительная система от органов власти и регуляторов. Есть определенные технологические требования. Если Европа еще дальше хочет ее упрости, то, конечно, это с точки зрения развития возобновляемой энергетики можно только приветствовать. Нам плюс, поскольку мы тоже сможем в дальнейшем применять те технические решения, которые будут результатом развития отрасли вследствие упрощения процедур разрешительных. Ожидается, что в ближайшее время Еврокомиссия предложит поправки в законодательство, которые сделают обязательным заполнение подземных резервуаров для хранения газа в ЕС к 1 октября каждого года не менее чем на 90% от их емкости.